Крупные компании, работающие на севере Томской области, не только вносят вклад в экономику региона, но и социальную среду делают более комфортной. Так, благотворительную помощь Парабельскому району на сумму более чем 3,5 миллиона рублей оказал Газпром Тразгаз Томск. А за пять последних лет помощь муниципалитету превысила 20 миллионов. О главных составляющих формулы социальной ответственности в репортаже Андрея Маланова. Экскурсовод Яна Шаламанова ставит на патефон старинную пластинку и голос из прошлого века поет, как хороши вечера на Аби. В четырех залах Парабельского кровеческого музея богатая экспозиция, рассказывающая об истории края. В этом году зал истории был капитально отремонтирован при поддержке компании «Газпром Трансгаз Томск». Нижние венцы 56-летнего здания сгнили от сырости. Подрядчики, да, молодцы, все нам пропитали специальным средством противогребковым. Строители на выделенные газовиками деньги полностью заменили полы, смонтировали новые перегородки для размещения экспонатов. Похожая история произошла с деревенской библиотекой в Нельмаче в 30 километрах от райцентра. Сырость и плесень грозили уничтожить 6000-й библиотечный фонд. На помощь снова пришли газовики. И сегодня библиотекарь Галина Обухова с удовольствием обживает обновленное помещение. Этим летом на выделенные без малого миллион рублей были заменены сгнившие венцы, сделан новый пол, выровнены стены, смонтировано современное освещение. Здесь были как стяжки сделанные, чтобы стены скреплять. Мы их, видите, убрали, чтобы красиво было. И, ну, занято преобразилось. В этом году реконструировали и вентиляционное оборудование Парабельской детско-юношеской спортивной школы. Старая уже не справлялась, рассказывает директор Василий Амельченко. Дети были вынуждены заниматься лёгкой атлетикой в душном зале, рискуя зимой подхватить простуду из-за открытых дверей. В начале года Василий Амельченко обратился за помощью к руководству «Газпром Трансгаз Томск». Нам оказали финансовую поддержку, и вот в этом году установили хорошую вентиляцию, которая нам помогает хорошо тренироваться. Ребятишки чувствуют себя прекрасно в этом зале, то есть воздух свежий. Ранее, благодаря газовикам, был приобретён спортивный инвентарь. На втором этаже атлеты занимаются на новых тренажёрах, оборудован зал для настольного тенниса. Самые маленькие жители этим летом тоже не остались без подарков. Во всех населённых пунктах района при поддержке «Газпром Трансгаз Томск» оборудованы современные детские площадки. В деревне Малая Нестерово около 120 жителей, из них 40, дети, рассказывает глава поселения. Качели всех типов, карусель, лабиринт, горка, беседка. На их покупку и установку было выделено 240 тысяч рублей. Детей как раз здесь 47 человек, то есть большое количество. Поэтому это социально значимый объект для этой деревни. Историческая память – одна из важнейших составляющих развития. Три мемориальные стелы появились в деревне Прокоп в этом году благодаря поддержке газовиков. На чёрном граните высечены имена 74 сельчан, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. «Газпром Трансгаз Томск» – социально ответственная компания. Забота о людях для неё – один из приоритетов, говорят в администрации Парабельского района. Все социально важные какие-то вопросы, которые решаются в районе, они без участия «Трансгаза» не обходятся. Спорт, образование, культура – практически везде участвуют деньги «Трансгаза». В этом году компания пожертвовала на развитие социальной сферы района почти 4 миллиона рублей. Эти средства позволили реализовать многочисленные инициативы неравнодушных жителей и преобразить жизнь и в райцентре, и в отдалённых деревнях. Андрей Маланов, Евгений Лысинок, Вести Томск.